Начало апреля, крыша Рижской думы. Проснулись пчелы. Да, здесь расположено несколько ульев, и вы видите, как насекомые активно летают в этот солнечный, теплый день. Но летают далеко не все. Перед ульем находится кучка из мертвых насекомых, и их довольно много. От чего они умерли, неизвестно. Может быть, какая-то болезнь, может быть, слишком большой мороз зимой, а может быть, виной тому грязный рижский воздух. Однако Тима Пчел имеет непосредственную связь с работой сразу нескольких парламентов. Это и Латвийский Сейм, и Европейский парламент. Каким образом? В Латвийском Сейме сейчас обсуждается вопрос, на каком расстоянии от дома, сельской местности, разрешено применение пестицидов. Министерство сельского хозяйства настаивает, что это расстояние должно быть не меньше, чем 25 метров. Но противники такого решения говорят, что надо увеличить расстояние до дома, до 50 метров. Однако спасет ли это пчел от губительного воздействия на них пестицидов? Я не уверен. В Европе, в Европейском Союзе, от 25 до 30 процентов пчел погибает каждый год в зимнее время от того, что они подверглись воздействию пестицидов. В некоторых регионах мира, и в частности, в некоторых районах Китая, пчел вообще не осталось, и это грозит фактически голодом. Но Европейский Союз давно уже обсуждал необходимость уменьшить применение пестицидов на территории ЕС до 30-го года в половину. Однако в феврале 2024 года под воздействием протестов фермеров Европейская комиссия, Европейский парламент, они вынуждены были отступить от этого решительного шага, и фактически закон о резком сокращении применения пестицидов не был принят. В начале июня состоятся выборы в новой, нового состава Европейского парламента. И для нас, для партии Центра, для наших товарищей, которые будут избраны депутатами, конечно же, будет очень важно определиться, в какой степени, в каких формах мы поддерживаем или не поддерживаем тот самый зеленый переход, который может стоить, с одной стороны, удорожание продукции сельского хозяйства, а с другой стороны, отказ, полный отказ от зеленого перехода, можно полностью уничтожить биоразнообразие, и в том числе, в первую очередь, уменьшить количество пчел, а значит и ухудшить условия для поления растений на территории Европы. Я думаю, что зеленый переход – это хорошая вещь, но необходимо согласовать с крестьянскими организациями, то есть, теми работниками сельского хозяйства, фермерами, темпы и скорость этого перехода, и в первую очередь, сокращение применения пестицидов в Латвии и в других странах ЕС.